Рождественские каникулы. Нягонцам скучать не придется. Для любителей активного отдыха готовы лыжные и тюбинговые трассы. Залиты катки на свежем воздухе и в теплых помещениях. Зимние забавы организуют в центральных и отдаленных микрорайонах города. Как в Нягоне создают новогоднее настроение, расскажет наш корреспондент. 27-й, самый маленький. До 42-го. В пункте проката весь размерный ряд коньков для детей и взрослых. Расписание удобное. На катке с пользой можно провести время и с семьям, и дружным компаниям. Двери Нягонской арены открыты для всех желающих. У нас есть инструкторы, которые будут обучать, помогать ребятам, кто хочет. Также у нас можно взять в аренду помощника пластмассового, который помогает при катании деткам маленьким. У хоккеистов зимние каникулы появится дополнительное время для тренировок. Анна Павлова, единственная в команде девушка, от такой возможности отказываться не собирается. У меня на хоккей большие планы. Я не собираюсь уезжать на каникулах и буду тренироваться дальше на льду. Ежедневная чистка катка с утра пораньше, чтобы ледовое поле сохранялось гладким дольше. Ближе к обеду здесь соберутся любители активного отдыха. Для них создают праздничную атмосферу. В темное время суток корт от гирлянд заиграет разноцветными огнями. Вокруг новогодней красавицы-елки, которую установили впервые в истории катка, можно водить хороводы. На этом катке находится примерно от 40 до 50 человек. Могут находиться одновременно. Даже и такое количество людей здесь бывает. Каждый день, я скажу, меньше 20 нет. Потому что здесь он всегда полный. То есть хорошая природа, хорошая атмосфера, все красиво. В организации нескучных каникул в Нягоне участвуют учреждения образования, культуры и спорта, общественники и предприниматели. Строят три ледовых городка в центре города в восточном и западном микрорайонах. В общем формате мы здесь акценты делаем все-таки не на финансовые расходы, а, наверное, акцентируем внимание на педантичность, душевность и содержательность организованных нами мероприятий. В Нягоне в этом году залито пять катков. Подготовлены лыжные и тюбинговые трассы. Местом притяжения в рождественские каникулы станет также центральный лес культуры и отдыха. Там запланированы массовые гуляния с песнями, танцами и зимними забавами. Татьяна Герт, Максим Куксаус, Вести, Югория, Нягонь.